Игра по-крупному Первые коммуникации, я так называю их аналоговые, еще СМИ, в своем ДНК протягивают руку уже модным цифровым СМИ, которые стали популярны сейчас среди нашей молодежи и наших слушателей. Давай предложим нашим слушателям, все, кто сейчас слышит «Серебряный дождь», такой мини-опрос, плюс 7903-797-6333. Кто из вас читает PeopleTalk, что нравится, что не нравится, пишите и говорите все, что хотите. Еще раз, плюс 7903-797-6333. А сейчас, Ксения, я тебя прошу, чтобы ты рассказала, что такое вообще PeopleTalk, как ты опишешь издание человеку, который впервые слышит это название. Виталий, ну спасибо в первую очередь за приглашение, мне невероятно приятно быть в этой легендарной студии «Серебряный дождь» действительно абсолютно легендарная радиостанция и большая честь для меня быть здесь. Во-вторых, хотелось бы немножко рассказать про наше издание, все правильно ты сказал, мы диджитал-издание, мы пишем про тренды, культуру, звезд, про все самые модные события, которые происходят на нашем рынке и на мировом. Собственно, знакомим читателей с новыми героями, пишем про шоу-бизнес, пишем про какие-то культурные яркие события в нашей стране. Собственно, все, что касается развлекательной повестки, это все к нам, это все к PeopleTalk, и действительно будет очень интересно послушать наших слушателей, прости за тавтологию, и услышать, кто же из них все-таки действительно нас читает, кто эти прекрасные люди. — Наша аудитория. — Да-да-да. — Я знаю, что у вас много подписчиков, как сейчас модно говорить, и в социальных сетях, и на портале, ну то есть, по сути дела, если ты подписан на ваше издание, то ты знаешь все, что происходит в стране, знаешь интересных, популярных людей, там определенные мнения, ты вот как раз руководишь командой, контентом, являясь главным редактором этого издания. — Да, все верно, но очень важно добавить, что мы в первую очередь не новостное, а развлекательное издание, то есть, да, на нашем сайте и на наших платформах много новостных каких-то заметок, репортажей и так далее, но все новости касаются в основном новостей из жизни культуры, из мира культуры, из мира искусства, из мира шоу-бизнеса. — То есть, мы именно про развлечения, а не про традиционные новости, какие мы, например, только сейчас послушали в эфире «Серебряного дождя». — Знаешь, ну, людям-то хочется ходить в театры. — Очень хочется. — Знать про интересных людей, какие события знаменательные нас ждут, и, безусловно, вы готовите тот, знаете про это все, а сегодня я буду тебя пытать, чтобы ты рассказала нам секреты вообще, что же сейчас читает, а как вы готовите эти новости. — Наверное, в двух словах еще скажу, что я узнал, что PeopleTalk — это, скажем, бренд, к которому все почему-то хотят быть причастными. Наверное, из-за того, что вы популярны как раз в развлекательной сфере, предположу, и идете на всякие роды ухищрения, коллаборации, продвигаете, делаете вот этот контент интересный для них. Поэтому ты сегодня будешь нам рассказывать, как, скажем, построить, наверное, для молодых предпринимателей, в том числе успешные, удачные бренды, с чего начинать и каких ошибок не совершать. То, что все хотят. Реклама же двигатель торговли. Вот какие коллабы там можно сделать? А я сейчас тебе предложу уйти на короткую рекламную паузу. Мы останемся, как всегда, в прямом эфире с нашими радиослушателями, которые хотят нас не только слышать, но и видеть. Оставайтесь с нами. Игра по-крупному Мы возвращаемся с нами сегодня Ксения Аносова, главный редактор диджитал-издания PeopleTalk. Я хочу выспросить ее обо всех секретах, как вообще сделать успешное СМИ, что сейчас популярно. Расскажи нам, пожалуйста, вот еще раз. PeopleTalk, почему вы такие популярны? Слушай, на самом деле, мне кажется, что на нашу популярность повлияли многие факторы. Одно из них — это то, что мы действительно долго существуем на рынке. Долго — это считается, там, пять лет — это уже долго. Считается, пять лет — это уже долго, но мы существуем девять. Да, ну это, знаешь, вот «Серебряным дождем» 28 лет с плюсом уже. Да, ты знаешь, форматы на самом деле меняются. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что любые издания, которые раньше существовали в печатном формате, ежедневные газеты, еженедельники, ежемесячники, они все потихонечку уходят в офлайн. Ой, в онлайн, точнее. Конечно, все создают свои сайты, на сайтах растят аудиторию, собирают трафик и так далее. Но именно преимущество PeopleTalk заключается в том, что мы всегда создавались и оставались всегда именно диджитал-изданием. То есть смешно, мы часто получаем такие вопросы из серии «А где вас можно купить?» «Где можно купить PeopleTalk журнал?» «Где полистать?» Я говорю, полистать можно в интернете, и полистать всегда можно было в интернете. То есть именно из изданий, которые изначально появились только как диджитал-история, как диджитал-платформа, мы одни из старейших. То есть у нас никогда не было никакого принта. Возможно, в свете последних событий это, конечно, играет нам на руку, потому что мы уже считаемся мастодонтами этого направления. То есть направление именно диджитал-развлекательной журналистики. Мы знаем, как работать с трафиком, мы знаем, как работать с привлечением новой аудитории на своей площадке. Естественно, что мы там одни из первых ввели все соцсети и начали вести их дико активно, что на данном этапе является большим преимуществом. Понятно, что чем дольше там существует твой телеграм-канал, чем дольше существует твой сайт, тем больше у него и авторитетности, тем старее и более весомая аудитория у него. Поэтому одно из неоспоримых преимуществ – это время, проведенное на рынке. К сожалению, как бы… Ну, знаешь, одно время все так думали, ну, блогер, да, вот есть платформа «Самовыражайся», а потом оказалось, что за многими блогерами начали, ну, скажем, формироваться подписчики. То, что нравилось, вот что люди рассказывают, какие-нибудь обзоры автомобилей, свое личное мнение, новости те же там обыгрывал. И потом это превратилось в профессиональные СМИ, которые стали реально конкурировать очень серьезно там с телеком и с радио. Так как вы создавались, наверное, как какой-то стартап, там, 9 лет назад, давайте в цифре что-то попробуем. Да, это было, все правильно, мы были именно стартапами. И в результате сейчас обогнали много-много кого. Да, все верно. Скажи, хорошо, есть соцсети, да, вы берете там какой-то там контент, его под разные соцсети адаптируете, понятно, что везде у вас там растет аудитория. Сейчас, наверное, все хотят оперативно новости получать, поэтому все в телеге сидят в той же, да, там, подписываются на каналы. Тем не менее, вот у нас был такой, знаешь, скажем, разговор с олдскульными еще печатными изданиями. Мы говорили, что нейрогенез, усваиваемость информации выше, когда ты читаешь книжки банально, да, поэтому я до сих пор издаю журнал печатный, глянцевый, да. Есть категория людей, во-первых, во-вторых, еще какая-то остается категория, скажем, молодых людей, которые предпочитают все-таки читать книжки, ну, для них это комфортнее, информация глубже заходит. Скажи, в цифровых СМИ, если ты можешь сказать, чем принципиально отличается от печатных? Вот там меньше информации, более емкая должна быть, больше какого-нибудь видеоконтента, как в фильме «Гарри Поттер», там листаешь газетку, а там, значит, вместо фотографии видео вставлены. Ну, во-первых, ты сейчас разговариваешь с человеком, который все по старинке читает обычные бумажные книги, я действительно просто вот прихожу в книжные, покупаю бумажные книги. Я не читаю книги с планшетов, я не читаю, не слушаю никакие аудиокниги и так далее, то есть я реально люблю бумагу, и я с огромным уважением и любовью отношусь к принтовым изданиям, к печатным изданиям, которые сейчас остались, существуют на российском рынке, в том числе у тебя прекрасный журнал, собственно, это все очень здорово. Да, на самом деле, что касается подачи информации, то, конечно, в digital это совершенно по-другому работает, у нас очень активное внимание есть к заголовкам, то есть для нас действительно очень важно, какие заголовки у нас будут, от этого мы понимаем, будут люди читать эту новость или нет, то есть человек воспринимает новость в интернете, любой материал в интернете первые три секунды. То есть раньше это было 15 секунд, помнишь когда-то, что внимание концентрируется 15 секунд, потом 10, теперь 3, то есть человек сразу понимает, хочет он прочитать эту новость или нет, ему для этого достаточно прочитать только заголовок. А ты можешь завернуть сейчас какую-нибудь новость, вот как она бы не зашла и как бы зашла профессионально? Да, мы сейчас можем... Ну вот температура на градус, например, она сейчас опустилась, средняя температура ежедневная, вот как это сделать? Ну ежедневная температура на градус стала меньше. Ну смотри, если мы будем использовать игровые заголовки из серии «Игра на понижение», температура в Москве понизилась на градус, то это не зайдет, потому что люди читают «Игра на понижение», они уже не понимают, о чем идет речь, и они отваливаются на этом моменте. Если мы будем... Нам нужно сформировать очень четко новость, подать ее в заголовки, чтобы человек понимал, что температура понизилась. Если у нас есть какой-то классный такой, знаешь, экстра-фактор, например, это самая низкая температура в этом... за этот день, там, последние 50 лет, то это будет здорово использовать. Ну то есть как бы... Мэй уже близко, зима уже близко. Да, 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 что-то такое экстра, например, температурный рекорд побит, двоеточие, температура сегодня опустилась на градус, тогда это классно, то есть побит рекорд, какие-то такие громкие, емкие. Это как у Пелевина с нефы, да, какая-то вспышка сознания, так и дальше тебе информацию засовывают. Да, 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 но она не должна быть ни в коем случае, она не должна быть фальшивой, то есть она должна быть... то есть то, что ты используешь в заголовке, обязательно должно быть в новости. Если ты пишешь, что температура упала на градус, а внутри у тебя там 10 фоток звезд в бикини, ну, как бы это не пройдет. На факт-чекинг. Да, факт-чекинг и просто, ну, как бы... Это же очень важно, сейчас информации в интернете огромное количество, если вы цифровое издание, как вы обеспечиваете, ну, во-первых, быстро публиковать хороший материал, потому что, наверное, в цифровых изданиях имеет место быть, кто первый разместил что-то интересное, тот и занял вот эту вот поляну, как ты говоришь, трафик привлек вот этих вниманий, да? А второй факт-чекинг. Факт-чекинг в любом случае всегда есть. Что касается русских новостей, мы проверяем их из двух источников, как минимум. То есть нам нужно подтверждение информации, если мы пишем про какого-то конкретного человека, да, то если человек в зоне нашего доступа... Да, ему можно позвонить, написать его пресс-агенту, написать его директору, связаться с командой и так далее. То есть надо уточнить информацию в любом случае. Если этот человек не в зоне доступа, условно, какая-нибудь голливудская звезда, про которую мы пишем, то мы ссылаемся на авторитетный для нас источник. То есть у вас есть список этих источников? Это список авторитетных иностранных и российских источников, в которые мы можем ссылаться. Безусловно, если мы говорим про российскую историю, то это информбюро, большие информационные агентства, которые... Рейтерс, да, да, и Тартас, Рия Новости и так далее. То есть это крупные игроки, которые действительно публикуют только проверенную информацию, на них можно ссылаться как на такой надежный источник. А что касается заголовков, еще интересно про кликбейт. Мне кажется, это тоже классная тема, на которой можно поговорить. Кликбейт — это что-то такое очень смачное, что-то такое очень громкое, хайповое. Если раньше мы, там, еще 10 лет назад все гнались за кликбейтом, за заголовками... Ну, кликбейт — это когда рыбка клюет, мышкой нажимает на новости. Да, это когда у тебя очень шок, ты не поверишь. Там что-то такое вот очень броское, очень яркое, если... Если раньше мы все, если раньше мы все, ну, как бы работали с такими заголовками, и они действительно приносили очень хороший трафик, то сейчас такие заголовки запрещены. Ну, то есть, на сайте PeopleTalk мы запрещены просто прием использовать кликбейт. Объясню, почему. Потому что, в первую очередь, это понижает выдачу твоего сайта в поисковых запросах. Ну, то есть, системы, аналитические системы и Google, и Яндекс уже настолько хорошо обучены на кликбейт, что если они видят заголовки со знаками, со восклицательными знаками, со словами «шок», «откровенно» или что-то такое, знаешь, вот такое заманчивое... Ну, то, что раньше было, можно сказать, уделом желтой прессы. Да, и желтая пресса прекрасно себя чувствовала, пользуясь вот этими уловками, и действительно собирала прекрасный трафик, и привлекала очень большое количество читателей, потому что, ну, заголовки действительно впечатляли. А что такое хороший трафик? Это сколько новость должно прочитать человек, чтобы вы считали, что вы попали там в какой-то рейтинг? Смотри, скажу честно... Не новость, а хороший материал. Ну, для сайта я скажу по нашим показателям. Я знаю, что на каждой площадке они совершенно разные. Если в сутки новость, одна новость собирает больше 120-150 тысяч просмотров, то это считается хорошим показателем. Это суммарно или на какие-то... Это за одни сутки. Нет, ну, там же есть у вас там телега, например. Это только на сайте. Только на сайте. Смотри, реклама двигателя торговли, ничего не изменилось. То есть любому бренду, любому производителю хочется достучаться до своего потребителя вот прям через какие-то каналы коммуникации, кликбейтами, ростовые куклы какие-то по улицам ходят, да, объявления делают и так далее. Сейчас в мире цифры, представляешь, там миллиарды людей подключены к интернету, и в принципе в какой-нибудь провинции у человека теоретически есть шанс продать там, например, там несколько миллиардов копий товара. От этого голова кругом идет. Естественно, цифра начинает в этом процессе и помогать, и возникают какие-то механизмы. И часто, ну не часто, сейчас, наверное, все уже приходят на всякие маркетплейсы, хотят вот эту рекламу и так далее. Что ты могла бы посоветовать современным молодым брендам, выходящим сейчас на рынок? Как им стать знаменитыми и популярными? Приходить к блогерам? Какие ошибки не совершать? Вот можешь дать совет, как авторитетное там издание? Да, конечно. Которое с этим сталкивается? Ты знаешь, я все еще буду, наверное, высказываться за рекламу блогеров. В первую очередь я бы посоветовала всем молодым брендам очень качественно оценить свою аудиторию. Понять конкретно, кто ваш покупатель, нарисовать его портрет очень четко, буквально до мелочей, от геоположения, где человек живет, до его мельчайших хобби. И, собственно, выстроив этот портрет, понять, ну, на кого же, где этот человек может обитать? Будет ли он просматривать аккаунты с, я не знаю, ноготками в запрещенных соцсетях? Или он будет читать новости в телеграм-канале? Или он, может быть, будет скорее ходить в театр? И, может быть, ему нужно дать рекламу на театральной программке, например. То есть в первую очередь тебе нужно очень четко понять, кто твоя целевая аудитория, кто твой конечный покупатель, потребитель. И, соответственно, после этого выбирать механизмы и инструменты, ну, собственно, коммуникации с этой аудиторией. Ну, это же не всегда очевидно для человека, который умеет делать свечки, например. Ты знаешь, даже не в этом проблема. К сожалению, проблема, как показывает сейчас практика, проблема в том, что бренды представляют себе идеального какого-то. То есть они хотят, чтобы нас, условно, да, у меня бренд сумок. Сумки такой среднего ценового сегмента. Биркин, например. Ну, Биркин, да, например, Биркин, да. Нет, на самом деле сумки, условно, даже давай среднего ценового сегмента, там, от 5 до 15 тысяч рублей. А я хочу, чтобы их покупали, с этими сумками выходили звезды на красную дорожку, да, условно. Как мне пробраться, как попасть? То есть ты должен очень четко понимать, что там твой товар в определенном сегменте, он будет заходить определенному кругу целевой аудитории. То есть не нужно себе придумывать какого-то волшебного покупателя, который может, знаешь, как-то вот тебе нравятся такие люди, и можно я буду делать вот это для них? Ну, нет. Нужно как бы четко оценить свой товар, понять, кто его покупает, и, собственно, к нему уже идти с помощью СМИ, блогеров, всевозможных там каналов, соцсетей. Сколько это может стоить такая рекламная кампания? Ну, смотря на масштабы. Ну, я понимаю, но вообще, в примере, от и до. Ну, на самом деле, если ты работаешь в связке, твой маркетолог условно работает в связке с классным пиарщиком, пиарщик закрывает очень часто бесплатно публикации в каких-то крупных изданиях, соответственно, ну, то есть это очень здорово, когда есть и какие-то дружеские отношения с изданиями, да, это может скостить часть бюджета и какой-то платный. Ну, сколько я, сто тысяч рублей, миллион, десять миллионов. Ну, это ближе к миллиону. Ну, то есть, в принципе, для молодых брендов, выходящих на рынок, можно сказать, что удачная рекламная кампания, это ближе к миллиону, уже такая всеобъемливающая была бы. Ты знаешь, а ведь дело даже не в деньгах, но я думаю, мы про это еще поговорим. Да, хорошо. Ну, напомню, что с нами сегодня Ксения Аносова, PeopleTalk, главный редактор диджитал-издания и, скажем, такой мостик из метров аналогового вещания в будущее, в цифровое вещание, стартап, который стал очень популярной и знаменитой. Мы сейчас пытаемся, ну, скажем, дать слушателям возможность оценить, как в современных условиях строить свою рекламу, вообще компанию, продвигать свой товар. Присылайте к нам вопросы, плюс семь девятьсот три, семь девятьсот три, семь девятьсот три, шесть три, три, я обязательно задам их Ксении. Оставайтесь с нами, мы на короткий перерыв. Игра по-крупному. Ну, мы продолжаем беседовать с Ксенией Аносовой, главным редактором диджитал-издания PeopleTalk, и я сразу задам вопрос. Мы на переменке тут обсуждали с тобой, что вы ходите обязательно на спонсорские мероприятия в офлайне, да, естественно, если что-то они проводят. Часто ходите к партнерам, у вас, например, очень любят сейчас наши граждане смотреть про кино, вы придумываете всевозможные интересные обзоры, кино, как вернуть бывшего, как, значит... Благодаря фильмам. Да, благодаря фильмам люди там все больше и больше смотрят кино, а тем более мы сейчас ориентируемся на внутренний контент, на внутренний рынок, его, конечно, раньше не хватало, сейчас, я надеюсь, будут снимать много хорошего кино. Уже, уже. Это прям супер, это то, что не хватало, да. С блогерами. Вот сотрудничаете ли вы с блогерами, и у нас есть вопрос от радиослушателя, как искать блогеров после того, как определился со своей целевой аудиторией. Отличный вопрос, спасибо за него. На самом деле есть несколько классных программ, которые позволяют тебе искать блогеров по определенной тематике, но они по большей части платные для того, чтобы им воспользоваться, нужно сплатить некую абонентскую плату, она там разная в зависимости от услуг, которые там у кого-то пошире, у кого-то меньше арсенала инструментов. Но глобально я рекомендую просто выбрать одного блогера, который тебе действительно кажется наиболее подходящим, и в запрещенной соцсети есть такая галочка, которая позволяет тебе искать блогеров с похожим контентом. Мы на самом деле очень ждем, когда это случится с другими площадками, например, с Телеграмом, чтобы можно было искать по похожему, релевантному контенту. То есть условно сама площадка видит, что тебе интересна тема моды, и ты, собственно, постоянно на нее кликая, появляется у тебя определенная рекомендованная лента. То есть тебе под... система сама подтягивает какие-то материалы, блоги, каналы по этой же тематике. В запрещенной соцсети она есть, такая кнопочка есть, соответственно, ей можно воспользоваться и просто вручную отбирать, смотреть, смотреть обязательно в первую очередь на конверсию. Смотреть не на количество подписчиков, а на то, как они проявляют себя внутри контента логера. То есть лайки какие-то, комментарии, комментарии, какие-то репосты. Сейчас есть множество форматов, у которых можно легко отследить конверсию. Например, формат Reels, он позволяет тебе буквально видеть, сколько людей переслали это видео своим друзьям. А нормальные какие величины считаются? 10%, 1, 2, 3? Ну, на самом деле считается, что если у аудитории смотрят твои видео, и 15% от твоей аудитории смотрят видео, то это очень хороший показатель. 15%. То есть, условно, если у блогера миллион подписчиков, то если 150 тысяч смотрят видео, это уже неплохо. А вот переслали лайки, сколько должно быть? Слушай, в зависимости от контента тоже бывают очень вирусные истории. То есть ты их видишь, условно, довольно успешный блогер, и у него там видео, ну, 50 тысяч переслали, 50 тысяч, а потом ты смотришь, миллион переслали. Ну, то есть это какое-то вирусное видео, значит, конкретно это видео, этот креатив очень круто зашел. Да, у нас даже тоже в PeopleTalk есть рилсы, которые залетают на больше, чем на миллион репостов. Да, это очень много, это очень хороший показатель. Ты как главный редактор диджитал-издания PeopleTalk. Это я. Поделись, как твой рабочий день начинается и проходит? Ты знаешь, он по большей части начинается с офиса и с редакционных летучек. Я искренне верю в то, что действительно какие-то классные идеи, брейнштормы, они должны рождаться в режиме офлайн. То есть я в этом плане ужасный ретроград, я люблю именно вот такое живое общение в редакции. Ну и книжки читать, они онлайн, это мы выяснили. Я люблю действительно, я сейчас ищу в команду, на самом деле, много новых сотрудников, у нас появились новые позиции, какие-то сотрудники меняются на уже существующих позициях, и я на собеседованиях всегда говорю, для нас очень важен график именно 5 на 2, офлайн, мы очень ждем вас в нашей дружной редакции, мы действительно проводим в редакции очень много времени, мы постоянно в каких-то безумных обсуждениях, у нас постоянно брейнштормы, у нас какие-то собрания редакционные, планерки и так далее. То есть мы действительно очень много времени проводим командой. Понятно, ну поделись, например, принесли рейтинги, сразу поменяли редакционную политику, или, например, срочно кого-то вызвали, материал записали. Ну, ты знаешь, не совсем так, скорее у нас появляется какая-то яркая инфоповестка, мы действительно ее отрабатываем вне зависимости от дня недели. Вот буквально на прошлой неделе умер один из актеров, сыгравших в сериале «Друзья», собственно... Причем довольно молодой. Да, причем ему было 56 лет, или, ну, то есть как-то совсем немного. Собственно, для нас это действительно, для нашей аудитории, для нашей повестки, это действительно большой инфоповод, это случилось в субботу, поэтому с утра я проснулась, там, в 10 утра, у меня там 400 сообщений. Я понимаю, что команда узнала про это, увидела эту новость ночью, и мы ее отработали с утра, и ночью мы ее отрабатывали, и с утра, собственно. То есть, помимо новости о том, что умер Мэтью Перри, мы также сделали подборку лучших фрагментов из сериала «Друзья», цитаты его героя из сериала, подняли старые тесты кто-то из сериала «Друзья», условно. То есть мы отрабатываем тему, мы не делаем одну новость, мы ее отрабатываем с 360. Ну и смотрите, какая наиболее... Да, да, да. Хоть печальный, понятно, повод, любимый актер для многих, но, тем не менее, сразу сделали материал, пока, скажем, все СМИ про это пишут, вы уже сделали такой расширенный контент. Да, 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 все равно. Как ты думаешь, что поменяется в СМИ в ближайшее время? Как будет развиваться рынок? Ну, там, например, в следующем году возьмем. Ты знаешь, мне кажется, что диджитал-издания будут развиваться в основном в сторону видеоформатов. Я уже вижу, как наши коллеги, и, собственно, мы тоже делаем, начинаем делать то же самое, мы создаем свои мини-сериалы, как игровые, так и документальные. Сколько секунд серии? Ты знаешь, 15 минут у нас серия. Да, мы в этом году выпустили свой, вот, буквально в ноябре старт нашего первого документального сериала. Он, кстати, про путешествия. Это ситком? Это не ситком, это очень классный пятисерийный фильм про шаманов, про шаманов и про шаманизм в России, про то, как эта культура, как традиция вообще развивалась в разных регионах нашей страны, то есть там от Хакасии до Байкала. Очень интересно. Это очень красивое кино, которое мы в этом году будем презентовать вот в ноябре. И я вижу, как коллеги тоже делают видеоформаты, это и видео-шоу, и разговорные ток-шоу, и ток-шоу с звездными какими-то яркими личностями, плюс это какие-то мини-сериалы, мини-фильмы. То есть явно, что видеоконтент, он за ним будущее. Это однозначно так. Люди очень хотят смотреть, хотят движущую картинку. Собственно, поэтому почти все наши материалы сопровождаются каким-то видеофрагментом или видеорядом. Я вижу, что на самом деле будет развиваться и печатная пресса тоже. Все-таки у нас есть печатные журналы, глянцевые, они еще остались в России. И то, что осталось, ребята, команды не сдаются. Они действительно делают качественный продукт. И сейчас появляются новые печатные журналы, что тоже очень радует. Я абсолютно точно верю в то, что принт будет жить в том или ином формате. Он никуда от нас не денется. Ты знаешь, как говорили, что когда изобрели телевидение, что радио скоро умрет. Но радио никуда не делось. Мы сейчас с тобой в эфире радиостанции, и радио продолжает существовать. То же самое, мне кажется, будет и с принтом. Он будет существовать просто на определенную категорию, как читателей, так и рекламодателей. — Я знаю, что вы много коллаб делаете с партнерами, да? Вот немножко расшифруйте тему, что такое коллаба, с чем к вам можно прийти, и вот секрет успешных. — Ты знаешь, у нас на самом деле формат коллаборации делится на условно три части. Первая — это редакционные коллаборации с какими-то фестивалями, как мы уже с тобой это обсудили. — Вы же контент делаете не только для себя, но и для внешних заказчиков. — Да, мы делаем вместе с фестивалями какие-то классные истории. Если это фестиваль кино, мы снимаем условно актеров, которые участвуют в сериалах или фильмах, представленных на фестивале. Если это фестиваль еды, а сейчас это очень популярный формат, по крайней мере, в городе Москва, действительно, у нас этим летом были фестивали всего съедобного. Фестиваль тартаров, фестиваль завтраков. — Слушай, ну сейчас выставка проходит, форум «Россия», вернее, на ВДНХ. Это же фурор. Там представлена еда, в том числе, с разных регионов. Там 89 регионов, и каждый регион чем-то богат. Пригласили людей. Это потрясающее вообще событие. Я, наверное, не раз схожу туда, не только по деловым. — Ну и поесть. — Ну и поесть, попробовать. Вот в одном месте собрали реально профессионалов. — Да, это сейчас еда, это классная тема. Действительно, много креатива вокруг этой темы сейчас развивается, вообще разных форматов. Собственно, фестивали мы поддерживаем всегда концептуально. Плюс у нас есть коллаборации с конкретными брендами. То есть это может быть бренд одежды, который нам близок по духу. Мы с ним можем придумать какой-то совместный концепт. Это может быть паблик ток на тему моды, или какой-то совместный показ, или что-то еще. Вот, плюс, конечно, коллаборации с классными ресторанами тоже мы делаем. У нас были, был в июле, мы запускали завтраки с одним очень известным рестораном в центре Москвы. Было прям здорово. — А к кому приходить вот с такой инициативой? — Ко мне. — Так и писать. — Ну, на самом деле, у нас есть оставшийся в живых бренд-менеджер, который действительно на своих хрупких плечах, это девушка примерно моего телосложения, она действительно вывозит все эти коллаборации, но делает это очень удачно. Собственно, на самом деле, это заслуга всей команды. То есть мы командно придумываем идеи, мы решаем, какой бренд нам нравится, какой нет, с кем мы хотим работать, с кем нет. Вот, поэтому в целом приходите к любому редактору PeopleTalk, а вас там, если что, перенаправят. — Знаешь, вот все, продала идею, вот на радиостанции «Серебенный дождь» принято делать экскурсии для радиослушателей. Можно записаться и прийти погулять по радиостанции, почувствовать этот дух. Вот я уверен, что у вас эта инициатива тоже зашла бы, чтобы так, как ты рассказываешь, у вас за стеклом проходят эти мозговые штурмы, я бы вот с удовольствием... — А у нас уже было такое. — Да? — Записался бы на экскурсию. — Да, у нас открытые есть, у нас были для студентов открытые дни, когда группа студентов в журфак приходили к нам и смотрели, следили за нашей работой, мы им рассказывали, что это было очень здорово. — Запишите меня. Я напомню, что с нами Ксения Аносова, главный редактор диджитал-издания PeopleTalk. Предлагаю вам остаться после короткого перерыва. Мы с вами продолжим. Игра по-крупному. — А мы на переменке разговариваем с Ксенией Аносовой, как раз сейчас почему-то про Якутию все говорили-говорили, и я поделился опытом, что Москва настолько удивительный город, можно найти все, кухни народов со всего мира, и особенно России. Вот был на ВДНХ и попробовал Азбука Севера. Ребята таскают прям свежие продукты через соцсети, магазины, все это продают. И действительно, я вспомнил, какой был тогда вкус именно в Якутии. Интересно, про шаманов посмотрим. Давай, осталось не так много времени у нас, давай немножко, ну скажем... — По делу. — По делу, инсайтов поговорим. Так что уже хочется ехать в Якутию, да. Что-нибудь свежей идеи в СМИ продвижения этого года какие-то, не знаю, можешь лайфхаки нам рассказать? — Да, абсолютно точно, да. Мне кажется, да, знаешь, свежая идея продвижения — это в первую очередь нативный подход к рекламе. Ну, то есть, не знаю, насколько эта идея свежа, но это то, что абсолютно точно работает. Работает не баннерная реклама, как мы привыкли 2-3 года еще назад. Мы все вот эти вот баннеры, да, у людей выработалась баннерная, слепота, что называется. — Даже какие-то приложения есть, которые блокируют. — Да, есть, да, Adblock, конечно, блокирует рекламу, но у людей, помимо этих приложений, выработался, да, действительно термин баннерная слепота. — Я, например, не вижу вообще. — Мы не замечаем ее, мы ее совершенно не замечаем, она может у тебя, не знаю, экран пересекать, она тебя не будет раздражать, ты просто закрываешь крестик и все, ты ее не видишь, ты не обращаешь внимания, то есть продать так продукт будет сложно. — Нативно это в тексте что-то написано, что-то... — Красные спецпроекты, то есть условно вернемся к вопросу о продаже сумок, ну то есть если ты хочешь свою сумку как-то классно презентовать, ты можешь сделать, не знаю, полный гид по стилю сезона и туда интегрировать эту сумку. Ты можешь предложить читателям 10 образов на осень с использованием одной и той же сумки, но при этом абсолютно в разных стилизациях. Ну то есть это нужно что-то делать креативное, то есть действительно все свежее на самом деле, все очень нестандартное, то есть главный подход, подход должен быть нестандартный. Чем ярче ты себе будешь заявлять, тем лучше. — Ну и не стесняться снимать видеоконтент, те же сериалы. — Все не стесняться, мне кажется. — То есть, например, в какой-то поход в далекой глубинке, когда в сапоги грязь какая-нибудь, там, медведи, да, и вот эти сумки твои. — Ну почему нет, да, все возможно, как снять, знаешь, как подать. Все вопрос подачи. — Ну и в этом смысле, наверное, каждый должен своим делом заниматься, есть профессионалы, которые просто умеют делать. — Конечно. — Ну и вот мне очень понравилось, что хоть и мы в цифровую эпоху живем, так или иначе персональные связи играют большую роль. То есть вот твой круг общения, который сформирован, там, ты ходишь на разные мероприятия, взаимодействуешь с другими СМИ, у вас это на лету происходит, опять же, через мессенджеры. Когда делаете разные проекты, иногда можно, там, что-то попросить сделать, всегда, там, можно пойти навстречу, да, реализовать. Поэтому как по старинке вот эти социальные связи обрубать не нужно, а нужно как раз дружить, общаться. Ну и, наверное, давай напоследок задам тебе вопросы уже, как, там, девушке, как человеку, в принципе, да. Ну, такой, знаешь, ответственный, там, главный редактор такого издания. Ну, немножко расскажи, какой твой образ, наверное, идеального мужчины. Есть у тебя такое? Ты бы хотела видеть его. Я не готовилась к таким вопросам. Чтобы мы тебя лучше узнали. Какого бы ты хотела? Какие качества ты ценишь, например, у мужчин? Ну, честно говоря, я бы очень хотела, чтобы мой идеальный мужчина не имел никакого отношения к сфере, где я работаю. Потому что про него все известно будет. Ну, да, хочется, конечно, чтобы... Я верю в то, что противоположности притягиваются, и я очень люблю людей с абсолютно альтернативным каким-то жизненным планом и картинкой, нежели чем у меня, потому что с ними всегда интересно, есть чему поучиться, есть много нового, чего хочется узнать. Поэтому, да, в первую очередь, это должен быть человек с какими-то альтернативными интересами, чтобы нам обоим было интересно только с другом. Это такой серфер, который проводит все время на... Ловяет в волну ветры без телефона, естественно, потому что это вода. Да, знаешь, а я бы как раз... Нет, а я подумала в сторону какого-нибудь юриста или бухгалтера, такого человека очень четкого, такого, знаешь, у которого в 9 часов рабочий день начинается, а потом в 6 часов он заканчивается, и он там может заниматься своими делами. То есть человек с каким-то таким очень стандартным графиком, а не таким безумием, как у меня. Ну, и у вас тогда, знаешь, и романтические встречи будут тоже по расписанию. Ты готова к этому человеку творческой профессии? Которому мы найдем компромисс. Ну, отлично. Ну, напомню, что с нами сегодня была Ксения Аносова, главный редактор диджитал издания People Talk. Ксения, спасибо за величину. Вам спасибо за прекрасный вечер. Серебряный дождь. Субтитры создавал DimaTorzok